И всем привет ребят, с вами Мистер Банки, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами стартуем с новой интереснейшей рубрикой в нашей замечательной игре. Это будет все так же посвящено игровой тематике и тесту вооружений, но не простому обзору и тесту вооружений, а определенному и интересному, где мы будем тестировать пушки в стоке без никаких абсолютно устройств. Посмотрим, что у нас из этого выйдет, зайдет ли вам эта тема. Можно вообще все это дело раскрутить на абсолютно каждую пушку, да, и сколько у нас там их всего? 14, если я не ошибаюсь, и записать все 14 пушек с разными корпусами, с разной реализацией и разными режимами. Но тут уже целиком и полностью все зависит от вас и от желания все это дело увидеть. То есть увидеть полноценно пушки без никаких устройств. Если вам подобного рода контентик был бы интересен, вы бы хотели увидеть полноценную рубрику, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся набрать 120 троечку. Вот набираем 123 и я сразу же тушу следующий видос с как раз таки обзором пушки без устройства. Ну и также, конечно же, подписывайтесь на канал и участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тактимп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а я, в свою очередь, сегодня протестирую пушку, на которой я в последнее время в рамках основного канала особо много не играл. Это пушка Рикошет. Берем ее со стандартными настройками, без никаких устройств. Ну и по корпусу мы сегодня сыграем на корпусе Викинг. По дрону пока что, наверное, давайте возьмем Гипериона. В моем понимании Гиперион идеально подходит для реализации вот таких вот интересных комбинаций. Ну и пикнем, давайте, захват флага. То есть режим, в котором потенциально эта комбинация может давать очень и очень неплохую прибыль. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну и я надеюсь на как раз-таки первую строчку, на победку, ну и на максимально качественную реализацию. Что касаемо устройств на Рикошет, на сегодняшний день есть как минимум два устройства, которые показывают себя супер круто. Это Берсерк, который дает фулл баллон за килл противника. И Гелиус. Устройство на дальность с Рикошетом, которое может раздавать прям супер плотного контента. Запикиваюсь, кстати, в катку где 2 минуты всего лишь до конца. Но сыграем этот бой, наверное. Давайте попробуем его реализовать. И помочь ребятам заодно выиграть катку. Ну и дальше потом пикнем просто еще один бой. И сыграем еще один боечек. 2 минутки. В принципе хватает для того, чтобы как минимум попробовать увести флаг у противника. По урону у Рикошета здесь, ух ты ж, все в полном порядке. Пуря Фриз просто стоит в тылу и ставит минки. Ну и нам, наверное, было бы лучше всего заехать через правую зону. И попробовать там уже влететь в реализацию нашей комбинации. Так что давайте через право как раз таки и зайдем здесь. И попробуем что-то, да, интересненькое развалить. Шарелла залетает от нашего тиммейта по всем противникам. Дает нам пространство на карте. Пробуем быстро забрать Викинга Молота. Так, и здесь будет Свадейла сейчас залетать по мне, я так понимаю. Да, пробуем через низик уйти по максимально закрытой зонке. Ну и за минуту до конца, если мы сейчас сделаем доставочку, то это по ощущениям будет сразу же победное в рамках этого боя. Да, доставочку мы оформляем. Ну и меня здесь сливает 50 секунд до конца. Попробуем, попробуем сейчас не отдать флаг. 60% овердрайва у меня есть. Скорее всего у меня оверка здесь не успеет накопиться. Ну попробуем, давайте еще один заходик сделать. Там как раз паречек в тылу должен был стоять с как раз таки своими минками. Пробуем его забрать, чтобы вспыхнули все эти мины. Шикарно реализуем этот момент. 30 секунд до конца противник пытается увести флаг. Так, это плохо. Это плохо. Траектория была у него довольно таки хорошая. Но благо тиммейты здесь дорабатывают. И возвратик у нас должен по идее здесь как раз таки залетать. Наш тиммейт еще один флаг успевает увести. 90% оверки. Но я так и не успел за эти 2 минуты свой овердрайв накопить. Зато 170 очков мы подняли. Ну и победу в целом тоже в рамках этого боя мы получили. Еще и целых 2 звезды дополнительных я сумел заработать. Пикаем еще одну каточку. Надеюсь, что сейчас будет уже полноценная, полненькая боечка с нуля. Ну и попробуем. Вот по первым минутам я бы сказал, что очень круто сработал викинга рикошет. Да, там шикарнейший был шар от ареса, который зареспил там троих или четверых. Я сыграл под него, увез, момент поймал, реализовал. В принципе, все, что нужно сделать в таком случае у меня получилось. Да, и насчет устройств, вернее, насчет пушек без устройств будет очень интересно посмотреть вообще на все пушки. Да, то есть как каждая пушка справляется без устройств. Увух, 0-4. Ну давайте играем. Давайте играем, левать не будем. Да, с такой даже плотной катки будем пробовать что-то здесь реализовать. И получится, что мы сыграем 2 начатых боя. Так, здесь титанчика сливаем, хоппер вражеский подбирает у нас на центре овердрайв. Ну и попробуем влететь в увозинг через правую зону. Противники здесь немножко дефят. Аптечку прожимаем, пытаемся увозить. В рикошетах даже без устройств, вы видите, какой хороший урон залетает. В принципе, этого достаточно для как раз таки полноценной реализации. Ммм, хантера удишка, титан здесь с куполом уже, хоппер тоже с овердрайвом. Ну и у нас командочка, конечно, на врыве. Но я бы не сказал, что суперкруто действует и играет. Потому что улетаем мы здесь уже прям очень жестко и плотно. 2 сразу овердрайва прожимают противник при виде меня. Ну а мы чуть-чуть откатываемся, пытаемся здесь накидать урончика. Но меня опять сливают. 40 очков у нас, 0.5 в рамках этого боя. Попытаемся зацепиться за эту катку. Очень хотелось бы не слить ее 0.7 по-быстрому и закончить в таком фулл тилте. Наш тиммейт, к слову, мог дать шар под меня. Но он зачем-то торопится и прожимает его соло. Ну ладно, мы под увоз пытаемся играть. Будем сейчас как минимум отвозить флажочек на свою базу. И попробуем сыграть размен, скидывать тиммейтам. Наверное, я этот флаг пока что так точно не буду. Сразу прожму аптечку, чтобы меня кул дал на аптеке прошел, потому что пол хп было. Ну и попробуем пока что постоять, посушить и попринимать противника, который будет, скорее всего, меня выпушивать. У меня до сих пор 50% овердрайва только лишь. Овердрайв, кстати, на центре падает. Можно было бы попробовать его забрать. Вот, это агрессия, конечно, с флагом ни к чему. Надо сыграть. Ой, пассивно! А я уже сыграл неправильно. Так, флаг лежит. Сверху подбирает его хантер. Ну и походу это 0,6. Ну вот так вот забайтил меня овердрайв. И я с этим байтом просто-напросто отдал целый флажочек и момент противнику. Да, хоппер просто воспользовался этим. И развалку устроил. Так, наши тиммейты дефят. Это шанс мой на первую доставку. Хоппер через центр врывает. Не врывает. Нормально. Хорошо. Доставочка первая есть. Хантер с овердрайвом не реализует его. 160 очков у меня есть. 94% овердрайва имеется. Соответственно у меня есть шанс как минимум раскрутить эту оверку под улоз. Чем мы сейчас и займемся и попробуем сделать. Попробуем через право ворвать. Для начала выбьем здесь викинга грома. Все сделаем максимально грамотно с точки зрения реализации своего вооружения. Так, ну и теперь надо уже здесь прямо сразу же вжиматься. Потому что момента больше такого у нас может и не быть. Так, пытаемся отвести. 3 секунды до аптеки. Подфантомливаем Хантерочка. Еще и плюс нулевой урон у него слетает. Через центр Хоппера рельса. Врывает на меня. Добавляет минки. Сбиваем ему прицел. Шикарно уничтожаем его. Возврат был бы от тиммейта. Я был бы мега сильно рад. Но возврата я так понимаю, что здесь не будет. Пытаемся откатиться назад. Пытаемся здесь подсейвиться. Так, и Хантера Смоки пытаются напилить урон. Плюс нет, здесь конечно бесшансовая. Меня сливают. И противник по ощущениям доставляет у нас толстовый флаг. Еще одна быстрая каточка у нас залетает. Но как будто бы, как будто бы, если честно. Мы наверное даже не будем катать еще одну катку. Потому что я смотрю, что у меня видос уже идет десятку. Это если мы сыграем полный ценный боечек. То у нас по итогу получится где-то на минут 25 ролик. Это будет супер много. Поэтому давайте у нас получится такая мини демо версия. Реализации устройств без, вернее пушки без устройств. Ну а вы в комментариях уже напишите. Интересна вам эта тема или нет? Если это интересно, то я постараюсь эту тему развить по максимуму. И показать пушки наглядно, без устройств. Как они себя показывают на легендах. И против как раз таки в самых имбовых устройствах. Какая пушка может дать контента. Какая пушка не дает контентика в рамках нашего матчмейкинга. Что касаемо рикошета, то я скажу, что пушка находится в очень хорошем балансе. И реально даже без устройств на ней занимать первые места. По сути вы это видели. Даже из тех двух всосанных каток я сумел выжимать. Вернее, одной всосанной, второй выигранной. Помог ребятам немножко выиграть. Сумел выжить максимум. Поэтому я считаю, что рикошет в этом плане смотрится очень и очень круто. Ну а вы пишите все свои мысли. Обязательно поддержите видео с лайком. Как я уже сказал, 123 набираем. Сразу же буду записывать следующую серию этой рубрики. Ну а вы пишите все свои мысли. А у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.